ребята всем привет с вами роман шкудер компания force life и специально для компания markets мы сегодня проведем обзор технический анализ рынка криптовалют значит посмотрим что у нас сейчас на текущий момент есть по данным данным графиком и начнем мы с битка что по битку ребят значит по битку ситуация у нас какая у нас цена как вы помните я говорил что цена пойдет наверх ожидаю рост минимум в зону 18 там триста восемнадцать семьсот мы пошли на 21 300 и видите что дальше происходит ребят уровень поджимают выглядит так ребят что пойдет дальше на самом-то деле возможно какой-то откат а посмотрите все хвосты поджимают плюс после сильного движения нет отката все ждут просто вниз и шортят понятное дело думаю ребят что наверно сходит все-таки 22 800 24 800 вот сюда вот в эти вот две зоны вопреки всему что говорят ну это так выглядит но возможно возможно другой сценарий это откат в зону восемнадцать семьсот девятнадцать сто вот сюда вот где-то вот в эту зону откат и потом дальше продолжение скорее всего так будет уже ребята выдох выдохся рынок падать все время вниз набирали ребята были и вот здесь позицию большие игроки плюс вот тут они просто всех высадили и еще добрали себе позицию которую нужно было взять и поэтому после этого прошел выход никто этого не ждет все ждут вниз понятно все привыкли что цена падает она сможет делать по-другому потому что сбор позиции был уже достаточно долго если мы посмотрим у нас собирали позицию ребята с вот отсюда вот ну я думаю сбор начался еще здесь но будем считать вот где-то вот отсюда то есть с девятнадцатого июня 11 июня то есть получается уже у нас сколько там семь месяцев почти собирали позицию понятное дело тут набрали огромнейший объем и этот объем нужно как-то реализовать поэтому нужно сильное движение наверх думаю ключевая точка будет вот здесь и сейчас будет тут излом от этой точки 21 300 это будет уже излом нисходящего тренда вот так двух словах поэтому ребят смотрите сами я вот тут с позициями честно сейчас не знаю что тут предлагать потому что можно взять здесь будет пробой и пойти дальше а можно здесь шорт например и пойдет вниз и заработать тут вопрос такой поджимают но можно еще и шорт естественно за хай поставить стоп небольшой но снесут то снесут на самом-то деле но лонг под уровнем вот так вот тут брать конечно немного рискованно лонг я брал бы уже после отката хотя бы там на 19 сходили хотя бы туда тогда можно брать какой-то лонг пока что ребята тут без позиции я бы рекомендовал так и кто имеет тот может нам стоп подвинуть или выходить там частично частично сидеть уже принимайте решение сами ну пока смотрится все вроде бы неплохо по bnb ребята 314 мы об этом с вами говорили смотрите прям укол кто бы что не говорил уровне все работает то я собираю эту позу может быть будет пробой и движение там на 400 долларов это возможно вот сюда вот скорее всего bnb будет стремиться вот сюда где-то вот ну этот хвост может отрабатывать конечно мы возьмем вот так типа где-то 450 плюс минус если конечно пробьет уровень и так далее это будет стремиться сюда вот тут еще один уровень есть вот он ребят смотрите вот это 350 любом случае будет отрабатывать можно его также отметить вот он был вот здесь вот был вот здесь потом тестирование 350 тоже может быть дальше нефти можно посмотреть ребят нефтяночка у нас видите отрастает пока все нормально но тоже тут момент конечно думаю что на 99 скорее все будет стремиться расти дальше что у нас по дотику дот у нас ребята очень классно кстати вышел в выше выше пяти долларов я об этом тоже говорил выше пяти можно смотреть и сейчас вот так же отстоялся на 5 и 7 но хотя уже видите большая свеча я уже бы тут не лез меня там позиция была я по 588 закрыл вот здесь вот не заходил вниз там дальше но я посидел просто вот отсюда немножко усреднялся и потом среди цена вышла где-то 520 я там 588 себе закрыл и все то есть пока посижу понаблюдаю не буду сильно лезть посмотрим что будет дальше ну возможно пойдет дальше то есть вот уровень 5 7 с него что-то можно рассматривать обязательно со стопом по эосу дошли мы до уровня 103 видите вот была точка 1091 также уровень отмечали видите вот отметка уровня была отмечали сходил на 108 и вот сейчас вот начинать откатываться ну то есть ловить его надо где-то вот тут 091 если уже по факту брать по эфиру эфиру почти дошли до уровня 1660 вот почти дошли до этого уровня такое сейчас вроде бы тоже накопление идет видите с хвостами но уже сходили много возможно какой-то будет еще такой импульс вниз скажем так поэтому по эфиру внимательно за 1523 можно рассмотреть я там общество часовик включим да где-то вот с этой зоны можно рассмотреть если остановит вот отсюда тут я уже бы скорее всего не брал хотя смотрите как поджимают села и поджимаются под под уровень но вот эта свечка мне не очень нравится как бы уже такая как распределение прошло уже минимальная до после вот твоего выхода и тут может быть либо какая-то длительная консолидация потом с пробоем либо откат и к потом еще одно движение то есть тут уже нужно смотреть и на свой страх и риск понятно смотрится она наверх но уже лезть ребят я уже после такие такого роста не лезу потому что тут уже шансами меньше чем брать например тут у меня позиция была большая я брал по 1209 вот здесь по 1209 и закрывался там 1500 чем-то то есть я уже здесь как бы не сижу поэтому мне не имеет значения куда он уже пойдет на данный момент значит что по лайткоин холлинг будет ребят а я выбрал от 80 81 даже вот этого . хотя тут тоже пытается он стоит тут нормально но я врал бы после отката что-то он немножко мне кажется перегрет перегрет уже хотя смотрите как он ходит видите консолидация движения консолидация движения и тут тебе походу консолидации должно быть движение то есть цель роста по лайтука хотя бы где-то на 100 долларов хотя бы на 100 долларов а дальше будем смотреть что будет происходить хотя уже прошел достаточно много может быть какая-то откатное движение значит что у нас по снп снп никак не может тут нисходящая линия тренда, кстати, она как раз сейчас уперлась в эту линию, если взять по глобальному графику, да, тут не так хорошо видно, если взять по фьючерсу S&P, то там они уперлись, если пробьют, ребят, ну, вроде бы так поджимают, должны, то пробить, если пробьют, значит, пойдет дальше, пойдет где-то на 4 300, пока что как раз все уперлось в вот эту вот зону, по Соланчику, что у нас по Соланчику, значит, Солана у нас, ну, конечно, выросла, ребят, у меня там позиция тоже была, я еще покупал был там по 16, усреднял немного и там по 18, все закрыл, как бы, я понимаю, что она сейчас может пойти дальше и так далее, но мне все равно буду ловить это дальше вот с 15, если дадут точку, пока что я, ребята, не буду брать, уже прошли с 8 на 25, это там 200%, такой сильный, ну, как бы, с капитализацией, имею в виду, большой монеты это очень много, понятно, она падала и так далее, может еще дальше стрельнуть, но я пока, ребята, воздержу от этих входов, они, конечно, такие, ну, желанные, скажем, заходить, потому что все рисует и так далее, но я такое не люблю, уже так много прошли, видите, такой проборь какая-то рисуется немножко вниз, если честно, может быть прострел наверх, не спорю, может быть прострел, но я бы все-таки рассматривал где-то зон 17-15, вот так, 17-15 долларов вот этой зоны можно рассмотреть при остановке цены, конечно, если будет, если будет, возможно, нам туда не дойдет, возможно, там 18 будет максимум сейчас ходит, но перегрета монета, я уже бы не лез бы здесь, поэтому ждите откат, ну или кто хочет, там сильно можно пробовать шортом 23.8 со стопом 24.85 за хай, как бы вот так еще тоже можно попробовать, хотя сейчас для шорта низковата уже цена, нужно ждать откат туда. TRX, что у нас TRX, кстати, сделал, интересно, что у нас TRX тогда был вырос и все, видите, да, один, а, кстати, пробили уровень 0.57, видите, пробили сильно, в общем, мощно так сходил, даже не видел, кстати, что он так сходил, ну хотя на недельке такое себе, ну постояли, ну вышли сюда и что, и ничего не делай, это все-таки все равно это рейн широкий, поэтому здесь, как бы, ребят, я бы смотрел уже, если лонг, то выше вот этой вот зоны, 0.067, 0.064, господи, что я уже заговариваюсь, 0.064, 0.065, вот эта вот точка, или на откате 0.057, это вот две таких зоны. Lumen, ребята, Lumen вырос, также я бы рассматривал откат на 0.081 и вот оттуда уже что-то можно рассмотреть на продолжение, пока что как-то он так стоит себе, хотя по недельке вроде бы первая свеча только, так тоже, сейчас зависит битка, ребят, если биток даст импульс наверх, то есть импульсное движение дальше, то я думаю, остальные альты также дадут такое. Ripple, ребята, сижу, позиция открыта была 0.34 и 7, если не ошибаюсь, 0.347, 0.048, вот здесь вот, сижу пока, жду 0.044, вот тут у меня стоит цель, 0.44, пока что вот так не сильно он хочет, но вот эта вот свечка, она просто так не бывает, то есть здесь объема нету, но на других биржах он есть, потому что сняли всех, кто брал здесь, стопы всех, кто ставили, всех сняли, обычно это пересильное движение, но это как бы технически так выглядит, как будет дальше, посмотрим, осталось очень сильно тут набрали консолидацию, возможно просто Ripple против рынка пойдет, я пока поэтому жду, терпение всегда вознаграждается, поэтому пока ожидаю, пока ожидаю, что будет дальше. И у нас еще Tezos, Tezos, смотрите, 1.03 уровень, и смотрите, подошли прям под этот уровень и пытаются, пытаются пробить, но накопление где-то под уровнем, ребят, обычно это к пробою, но возможно он не сразу пробьет, возможно еще вниз ходит, а потом будет только пробой, поэтому возможно отсюда что-то будет, 0.71 было и 1.07, но ребят, прошли 40 центов, это где-то 45% движения цены, это очень много, поэтому сейчас уже здесь лезть, я бы не лез, или шортить уже, типа со стопом за хай, но это тоже очень много надо брать, где-то хотя бы 1.04 где-то, чтоб был вход, и 1.08 и 1.100, и потом откат, ну такое, как бы, я бы пока воздержался сильно от сделок, ребят, не надо постоянно лезть в рынок, надо лезть в рынок, когда он дает заработать, пока что это сейчас такое, 50 на 50, я очень не люблю такие вот движения, когда 50 на 50, я люблю, когда преимущество на моей стороне. Ребят, всем, кто хочет открывать счета на Market по ссылочке ниже переходите, смотрите, то есть удобный терминал, хорошая поддержка, дальше нормальное исполнение сделок, нормальный объем, то есть можете торговать, очень классно, что мне нравится, что можно торговать несколько рынков, то есть и Форекс, и нефть можно торговать, тоже фьючи, и там СНП есть и так далее, то есть все, что хотите, все есть, и крипта, то есть все в одном терминале, удобно, небольшие комиссы, нормальная волатильность. Конечно, нет столько криптомонет, как надо, это я думаю, что ребята со временем добавят просто, но самые ликвиды можете торговать. Я в целом не очень лезу в какой-то шлак, но лезу в шлак только маленький объем, большим объемом только самый ликвид, потому что нельзя лезть большим объемом в непонятные монеты, которые могут сейчас скамиться, хотя у нас Луна была тоже примером, и FTX тоже, это блин, там с огромной капитализацией, у FTX пока не конец, а у Луне был конец, конечно, поэтому можно было потерять все деньги. Внимательно за этим, ребята, торгуйте только адекватно, смотрите за рисками обязательно, и всем хорошего дня, хорошей недели, увидимся на следующей неделе. Кстати, если вопросы есть, пишите в комментах. Всем пока!